всем здравствуйте с вами на связи ленина тяду я приветствую вас на своем канале сегодня мы с вами рассмотрим такой расклад который предложили в диалоге две девочки с никами надо и саня мария если я правильно произнесла не расклад называется для чего мне нужна моя зависимость до либо почему я залипаю посмотрим во первых во что вы залипаете да и вторым вопросом уже для чего вы это делаете ну и есть на может посмотрим как можно выйти из этого на как выйти из этого сценария залипали у нас будет три позиции к я свою колоду мешаю я хочу поблагодарить за ваши донаты я все время забываю и вспоминаю уже после того как видео смонтировала и залена нет от этого знаете как некомфорта это не говорит о том что я об этом молчу да я вижу мне очень приятно и я благодарю вас за это и еще один нюанс который хотел озвучить о том что вся информация касательно моих услуг касательно там консультации пятничных акций которые продолжаются пока вы можете узнать из описания под любым моим роликом потому что иногда мне в комментариях пишут как можно с вами связаться просто обращайте внимание на описание к любому моему ролику и так три позиции сначала мы посмотрим с чем у вас связано ваше залипание но для этого вам нужно выбрать позицию первая вторая и третья таймкоды таймкоды тоже есть под этим видео надеюсь вы выбрали свою позицию и мы приступаем позиция номер один во что вы залипаете ну здесь ваше залипание непосредственно она связана с вашими способностями со знаниями иногда желанием как-то управлять 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 ситуацией подчинять я бы сказала здесь больше залипание связанное с влиянием да с влиянием на других людей либо здесь идет залипание в развитие то есть желание постоянно чему-то учиться желание как-то передавать возможно кому-то какие-то знания и вот здесь но мне кажется здесь больше идет какое-то обучение либо вы кого-то обучаете либо вас кто-то обучает то есть вот постоянно это связано с каким-то развитием как-то даже как будто вы получается некое самоутверждение через то что вы решаете какие-то сложные задачи да через то что вы можете влиять как-то на другого человека да либо на ситуацию здесь больше вопроса в состояниях я могу сказать с одной стороны есть некая присутствует некая такая серьезность с другой стороны вот это вот желание какой-то свежей энергии желание жить свободно весело без каких-либо рамок желание знаете все время куда-то двигаться познавать что-то новое как это будет выражаться на бытовом уровне чтобы вам было понятно вот как раз таки это будет связано как-то с вашими финансами либо с материальным аспектом с одной стороны иногда залипание как-то связанное с нашим телом да со здоровьем здесь вопрос ресурсов напрямую проигрывается иногда когда вы залипаете вы можете замечать что либо вы болеете это будет один показатель второй показатель вы чувствуете какую-то опустошенность еще показателем того что вы к чему-то привязаны да либо залепли во что-то будет то что здесь очень есть такое четкое понимание того как все должно происходить в жизни да и эти убеждения они достаточно жесткие и вот эти вот иллюзии они как раз таки идут в противорез того что вы хотите какой-то свободы какой-то легкости да по жизни по факту бытовой жизни вы это не получаете и это вас достаточно опустошает то есть вы можете вкладываться очень много работать над чем-то да и не получать какого-то результата здесь периодически вы находитесь на каком-то перекрестке на как будто бы ищите свой путь и все время вот это вот ощущение нет и такой потерянности что как будто бы вы ходите по какому-то кругу и все никак не можете выйти из него здесь непосредственно сложность заключается именно в том чтобы сбалансировать духовное и материально здесь привязка очень сильная и залипание к стабильности да где да может быть какой-то вот определенности конкретности но сразу идет такое противоречие что вы в это залипаете но вот по душе своей по натуре вам хочется наоборот какой-то свободы чтобы вас никто и ничего не ограничивал но по факту бытовой жизни вы самостоятельно себя ограничиваете потому что как будто бы заранее уже знаете что будет как будет да но здесь не интуитивно как будто программируете себя на реализацию какого-то своего видения как будто бы просчитываете вы умеете просчитывать несколько шагов наперед здесь получается такой знаете очень хорошая замкнутый круг для цены стороны я достаточно умные я могу решать сложные задачи с другой стороны мне надо как-то самому себе доказать это и я придумываю какие-то сценарии как разки сценарии они связаны именно с финансами да именно с ресурсами что вот мне я создаю такой такую шапуноперу где сложно мне нужно преодолеть какие-то именно финансовые трудности да я их преодолеваю но потом я понимаю что это все меня ограничивает мне тяжело а я по факту вообще хочу все бросить и уйти куда глаза глядят хочу путешествовать а тут у меня получается что у меня есть какая-то возможно какие-то долги какие-то обязанности меня это ограничивает в общем вот такой вот трипли достаточно сложный именно который дает вам сложности в жизни потому что он не дает вам реализоваться в контексте того чтобы как это жить легко как это жить в доверии до доверие к миру когда-то просто в потоке ты захотел что-то высказал намерение да и это реализовалось но это как будто бы знаете какой-то ваш такой некий идеал да с одной стороны а с другой стороны что нет нужно обязательно контроль нужно обязательно все просчитать все есть какое-то двойное дно и связующее звено как раз таки вот то есть есть как будто бы материальный план и есть какой-то духовный план а вот его как-то связывает бытовая жизнь которая вообще казалось бы как-то не увязывает вот эти вот две вроде бы на первый взгляд противоположные энергии потому что на древе сферот с одной стороны у нас находится шут с другой стороны находится маг это абсолютно две казалось бы на первый взгляд противоположные энергии одна идет к пассивности да колонию строгости другая идет колония понимать ну то есть более таким активным энергиям и вот у вас получается что ваше залипание оно связано с тем что как будто бы не можете уравновесить себе вот эти две энергии активный и пассивный они обе присутствуют внутри вас и вы как будто бы почему-то решаете что мне нужно выбрать либо это либо это и не понимаете что иногда не нужно ничего выбирать а достаточно совмещать то есть без или а поставить союз и и то и другое вот и это как раз таки не то что урок для вас да но это вот именно тот момент почему вы залипаете так мы посмотрели с чем связано ваше залипание какой я хочу посмотреть какой сценарий да вы здесь проигрываете для чего вы залипаете потом посмотрим как можно будет из этого выйти ну вот здесь вот сценарий у вас в этом проигрывается не случайно пятерка педаклих она нам говорил о том что потерянность да потерянность своего пути потерянность знаете вот это какая-то внутренняя нищета непонимание своего собственного богатства да и у нас выпадает здесь сценарий депрессии когда меня уже ничего не радует а помните вначале я говорила прошу там то есть вот про это желание быть без границ желание быть легким как раз вот это вот свежий ветерок когда я становлюсь неким таким путешественником да по своей жизни следователем мне все интересно мне все любопытно у меня есть новые какие-то раздражители да через которые через органы восприятия я расширяю свою картину мира да то есть постоянно что-то новое 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 приходит в мою жизнь и здесь вот вы проигрываете как раз таки сценарий депрессии он связан с тем что мне все приелось мне ничего не интересно у меня ничего не получится я вообще уже ни во что не верю то есть создается такую некую драму да связанные как раз с понижением своих собственных вибраций это связано с тем что нету вот этой новизны то есть душа этого просит но у нас есть и маг который идет некой такой вроде бы пассивности да то есть да я могу я умею я знаю как но я этого вроде бы делать не буду и вот это вот нереализованная ваша энергия потенциал непосредственно шута когда я хочу вот этой активности а тут я это не делаю он создает некую такую депрессию да это сценарий который вы проигрываете хочу чего-то нового но он очень напоминает мне второго четверку кубков когда все приялось уже я уже как будто бы все попробовал и я уже ни во что не верю почему потому что депрессии также как и в четверке кубков есть своя собственная система говорящая о том что все стабильно да никаких перемен нету эмоции какие-то такие уже понятные известные и я уже ну я уже ничего не хочу некая такая апатия вот этот вот сценарий вы проигрываете он у вас есть и на основе его вы материализуете вот это вот как надо же получить подтверждение своего сценария да и вы создаете вот это вот свое залипание я не буду вытаскивать еще сценарий потому что копаться конечно можно вечно для чего вы проигрывать этот сценарий депрессии да хотя в принципе я уже сказала у вас выпадают великие арканы да это очень важный сценарий видимо вашей жизни для чего вы его проигрываете ну потому что важна вам жизнью ваша стабильность да важно вот именно какие-то вот понимание да ясность здесь здесь как будто бы это депрессия да она вам нужно чтобы как-то не реализовать себя что ли а почему вы боитесь так реализовать себя потому что здесь знаете здесь такое ощущение что вы боитесь это все сделать как будто бы у вас поменяется полностью жизнь у вас как будто бы поменяется ваше мировоззрение ну то есть смотрите здесь как интересно происходит у вас вы чувствуете вы знаете свой потенциал но он напрямую каким-то образом заблокирован вашим эго то есть здесь получается когда вы начнете развиваться вы начнете расти узнавать себя да позволите себе именно наслаждаться финансами а не бедствовать да потому что потенциал у вас финансовый достаточно хороший да вы изобильный человек по своей натуре но дело в том чтобы получить вот эту вот изобильность вам нужно видеть какие-то свои эгоистичные моменты да которые присутствует вас а здесь получается так что вы как будто бы ну не вы а ваш ум он боится потерять вот это эго то есть до тех пор пока есть маг до тех пор пока есть манипуляции контроль что является напрямую проявлением нашего эго да то я как будто бы ну могу создать но здесь вот и люди могу создать да тот мир который я хочу а если я пойду по пути шута как если я пойду по пути доверия и раскрою свой потенциал потому что если я буду находиться в связи со вселенной конечно же у меня эти силы откроются тогда я теряю свое эго потому что она не будет больше управлять и я потеряю стабильность а стабильность для вас она очень важно то есть получается что эго равно некой такой стабильности и теряя стабильность да вы теряете то что вам известно но при этом впереди ожидает намного большего вы этого не знаете здесь вопрос доверия то есть либо я теряю контроль и теряю себя а если потеряю себя то что будет тогда то есть я потеряю то что я знаю да вот это вот свое эго если я потеряю то что я имею представление о себе, кто я, ну, то есть, как бы так объяснить, я человек, который знаю, что, допустим, у меня есть позитивные качества, негативные качества, а тут прилетает какой-то инопланетянин и говорит, что это вообще не ты, да, то есть у тебя нет никаких качеств, и ты вообще с другой планеты, и у тебя, ну, ты создан иначе, хочешь пойти посмотреть, вы так в шоке, а кто я тогда, то есть, если не то, что я себе думал, то, что я себе знал, то, кто я буду тогда, и вот этот вот страх потери, сразу нужно что-то вернуть в свое эго, потому что это страшно, вам говорят, что если вы хотите действительно денег, мы готовы вам дать, да, то есть я готов тебя повезти на ту планету, где будет много денег, тебе нужно отказаться, отказаться от той системы, от того понимания, которое у тебя есть, что в жизни, ну, только одни утраты, в жизни какие-то вот скорби, сложности, вот от этого всего нужно отказаться, потому что эти энергии, они, они низкие, они не имеют никакого отношения к изобилию, а ты по природе человек изобилий, то есть тебе надо поднимать энергию, а вы этого боитесь, из такой очень мудрёный, мудрёный сценарий, что вам нужно сделать, вам нужно отказаться, вам нужно отказаться от тех привычек, как раз и от того залипания, да, которое у вас есть, от тех суждений, возможно, которые у вас были до сегодняшнего момента, да, от тех взглядов, которые у вас были, да, и пойти абсолютно в новое, да, в какие-то новые свои желания, вот включить в себе этот импульс, включить в себе возможность на то, чтобы завершить вот какой-то вот привычный образ жизни ваш, да, привычный удел, дело в том, что по двойке жеслов, вот у вас всё уже есть, да, и здесь у нас мам говорил об этом, что у вас уже всё есть, у вас всё, ах, да, стешется постоянно, когда говорят учителя, это я не о себе, я о своих учителя, у меня всё равно стешется, дело в том, что у вас есть потенциал, и вы это чувствуете, и вы можете выбрать всё, что вы хотите, да, достаточно только действовать, то есть время пришло уже действовать, двигаться вперёд, вот, и вам нужно отказаться от прошлого, а вы за него цепляетесь, и это вот, что вам нужно сделать, отказаться от прошлого, да, вот так вот прям взять и отрезать. Сложно? Я знаю, я сама такая. Да, здесь нужно просто взять и принять решение. Жёсткое решение, знаете, создать свою какую-то систему, да, мне будет своя ответственность, но не жить так, как вы привыкли, а попробовать новую модель, причём ту модель, не навязанную, а ту, которую вы создадите, ту, которую вы захотите создать для себя. Что это за модель? Ну, модель изобилия. Модель изобилия, когда будет время, что вы будете получать плоды, результаты своих каких-то действий, когда вы будете реализовывать. Дело в том, что у вас, вы сейчас не реализовываете те идеи, которые к вам приходят, а к вам приходят очень хорошие, такие качественные энергии, идеи, которые можно воплотить, то есть им можно доверяться, да, у вас есть вот это вот желание, порыв двигаться и быть именно таким, знаете, изобильным человеком, ну, то есть с финансами, вы хотите финансы, и финансы могут у вас быть, но не на тех вибрациях, не на тех энергиях, которые у вас есть сейчас. Надо себя вытаскивать из этого, вот, из этого проигрывания сценария, да, депрессии, да, я бедный, несчастный, у меня ничего не получается, у моих предков не получалось, в семье ничего такого не было. Вот, вот надо просто понять, что вы уже взрослый человек, и играть в эти игры, ну, это уже не ваш удел. Вот такая у нас была первая позиция. Мы с вами переходим к позиции номер два. Здесь вы залипаете в какие-то свои душевные состояния, здесь вы залипаете в какие-то надежды, знаете, здесь залипаете в какие-то понятия, непосредственно связанные с духовностью, здесь, как будто бы, вот здесь, знаете, такие слова, такое ощущение, что вы вообще не в свою эпоху живете, да, в контексте того, что честь, доблесть, там, данное слово надо выполнять, вот какие-то такие у вас понятия есть, да, очень чистые, и, ну, посылы и намерения, и они как-то не совсем адаптируются под нашу реальность. И вот вы как будто бы залипаете в том, что вот вы надеетесь на что-то лучшее, да, вот мне кажется, люди в вашей категории создают какую-то утопию, да, вот они верят в эту утопию, вот, и вы иногда зависаете, вы зависаете в том, что вы, наоборот, отстраняетесь от людей, вы становитесь далекими, вы как будто бы зависаете в каких-то своих состояниях, в каких-то своих пониманиях, да, в своих каких-то понятиях. вы достаточно жестки именно в том, во что вы верите, да, вот вы как-то придерживаетесь этому, и хотите, чтобы и другие придерживались, потому что это правильно, это как-то вот морально, это нужно. Также вот, ну вот здесь как будто бы вы создаете свой какой-то мир, да, выстраиваете какие-то свои границы, и никого к себе не подпускаете. И вот вы долгое время можете находиться вот в этом состоянии. Вот, да, очень часто, знаете, можете вспоминать какое-то свое прошлое, о том, как там было хорошо, вспоминать как-то свое детство, может быть, вам даже нравятся какие-то исторические фильмы, если вы смотрите, ну, не в контексте истории, а именно вот прошлое века, да, прошлое какой-то вот эпохи. Может быть, здесь женщины даже представляют себя вот в этих одеяниях, да, на каких-то балах. А мужчины здесь могут представлять, как они могут создавать как-то вот, знаете, знаете, вот как-то ощущать себя достаточно с такими мужскими качествами, да, ну вот рыцарей, да, когда были поединки, когда боролись, сражались. То есть вот здесь это может очень хорошо быть, как-то собираются группировки, и парни как будто бы отстаивают, вот, знаете, вот понятие дружбы, да, ты мой брат, да, вот это вот братство, я за тебя. Вот что-то вот такое, да, вот какие-то вот такие вот понятия вы залипаете. Хорошо, как они выражаются на бытовом уровне, давайте посмотрим, чтобы как-то вот понятнее было. Но здесь вопрос ценностей. Здесь вопрос у вас встает именно о ценности и понимании себя и своих душевных состояний. Вот в бытовом уровне, да, вот для вас очень важно ваше состояние, чтобы вам было спокойно, чтобы вы вели какие-то, такие, знаете, чистые беседы, я не сказала бы, чтобы они были обязательно познавательные, но здесь вот они должны быть открыты, они должны быть отношения и взаимодействия вообще с людьми, они должны быть выстроены на уровне доверия, на уровне именно, знаете бы, честности. Здесь вот такие очень правильные с одной стороны, но с другой стороны как будто бы вот возвышенные понятия, они для вас очень важны. Не хочется все-таки на бытовом уровне посмотреть, на чем вы залипаете. Ну, на бытовом уровне, знаете, здесь привязанность, может быть, к тому, что вы ходите, как, вы знаете, вот по колесу, по сценарию, одно и то же, одно и то же, то есть не то, что день суряка, а вот здесь такое ощущение, что... Как будто бы какая-то цикличность, да, повторность есть в вашей жизни. Вот вы как будто бы не можете вырваться из порочного своего круга, как-то вот не можете повзрослеть, понимаете. Не можете найти ответ себе на вопрос о том, а как совместить именно вот эти вот свои ценности, да, в жизни. Вообще, как стать таким целостным человеком, как стать изобильным человеком, да, как быть именно тем, кем я хочу, так, как я хочу вот бытовой нашей жизни. То есть очень много вопросов у вас, да, вы ищете ответы о том, как, а как получать опыт. То есть здесь люди, вот, знаете, достаточно духовные, которым важен опыт, и вот именно опыт на физическом плане, он достаточно сложно дается, потому что много очень вопросов, и нету понимания. Мне хочется спросить, о какой сценарии вы здесь проигрываете, вот, который непосредственно включает у вас вот это вот залипание, вот это вот зависимость от ваших вот этих состояний. Ну да, ну да, это сценарий. Сценарий осуждения и сценарий страдания. Видите, вот я сказала, страдаете, страдаете, как будто бы вот вы неземной человек, вам некомфортно здесь на земле, вы как будто бы не можете адаптироваться, вот вам, вот, знаете, здесь идет тяжесть, тяжесть от своего какого-то тела, у многих из вас здесь дополнительный вес, он связан с тем, что как будто бы вот этот вес, он у вас, ну вот, как некий, некая такая гравитация, да, которая вас удерживает на земле, иначе бы вы как будто бы улетели, да, и вот вы осуждаете себя за то, что вот все никак не можете адаптироваться, все никак не можете мобилизоваться, вот в этом мире, вот очень как-то, вот не можете найти этот способ для себя, и очень много страданий здесь, да, вот, вы залипаете именно в эти страдания, а почему вы залипаете в страданиях? То, что вы осуждаете, да, конечно, ваше осуждение не приводит к страданию, но почему, для чего вот вы страдаете? Ну, потому что это как-то дает вам ощущение того, что вы живете, потому что здесь вы катаете, это дает вам эмоции, понимаете, вот для кого-то движение, да, жизнь, а для вас вот именно эмоции, вы таким образом убегаете именно от выбора, да, то есть не опираетесь в выборе на своей интуиции, на внутренних ощущениях, да, то, что вот вы чувствительный человек, вы понимаете, что, ну, это не то, да, то есть когда я опираюсь вот на какие-то свои внутренние ценности, именно на уровне сердца, да, это не приводит меня ни к чему хорошему, и вот вы убегаете на самом деле от какого-то выбора, знаете, от принятия вот этой своей двойственности, о том, как бы найти золотую середину, чтобы вот сбалансировать, вот как-то вы не можете сбалансировать себя, почему не можете сбалансировать себя, вы не можете как-то, знаете, вот принять в себе вот свою как-то чувствительность, я бы сказала, даже принять и найти правильное применение, потому что принять-то вы принимаете, вы понимаете, что это вот ваша натура, она такая чувствительная, интуитивная, Вы как будто бы растворяетесь, да, вот как некое, как бы это так сказать, это же, знаешь, что-то такое растекающее, которое принимает форму того, ну, как будто бы субстанция, которая растекается, принимает форму того, условно говоря, сосуда, места, где она находится. И вот вам сложно принять, вот найти правильное применение, да, здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы не обладаете какими-то своими собственными эмоциями, да, и вот вы взаимодействуете с другими людьми, вы как будто бы примеряете на себе их эмоции, вот, а как было бы, если бы я была вот так, а как было бы, если бы я был, либо жил вот так. Вот как-то здесь, знаете, вот на себя все примеряете, все состояния, потому что вам важны состояния, вам важны эти эмоции, но вы не знаете, как с ними справиться, как с ними жить, вот, что с ними сделать, и поэтому я говорю, вам не хватает какого-то такого заземления, вот, именно каких-то действий. И поэтому вы убегаете в мечты, вам так понятно, и вот в этих мечтах вы как будто бы меньше страдаете, у вас меньше, как будто бы затупляется вот ваша чувствительность, и вам становится спокойнее. Хорошо, что же вам сделать, чтобы выйти вот от этой зависимости, от состояний? Ну, вам вот как раз-таки и нужно заземлиться, да, вам нужно научиться, во-первых, общаться с людьми, коммуницировать, да, а во-вторых, вам нужно научиться, как-то, знаете, вот ресурс, который у вас бывает, да, как-то его сохранять и приумножать, то есть вот эту вот чувствительность свою сохранять, вы расплёскиваете вот эту вот свою энергию, да, через эмоции, когда вы либо в минусе, либо в плюсе, слишком, вот прям, знаете, человек, который принимает всё близко к сердцу и очень-очень чувствительный и ранимый, и вам как будто бы вот эту вот энергию нужно проявить, вложить в то, что будет её приумножать, но только через тело, то есть не через эмоции, переживания, страдания, а вот эту вот чувствительность взять и вложить как-то, ну, если через тело, да, то как-то вот прикасание к чему-то, прикосновение, да, может быть, кого-то гладить, или, не знаю, может быть, шить что-то, где есть какой-то материал приятный, да, то есть там тоже чувствительность, но она как будто бы, знаете, вот через какой-то рукоделие, да, через взаимодействие с материей, и чтобы она потом приносила вам какую-то, ну, какие-то финансы, вы будете получать удовольствие, во-первых, то, чем вы занимаетесь, с другой стороны, вы будете получать удовольствие, опять-таки, земное, да, такое, что вам будут за это платить деньги, здесь вот надо вкладываться то туда, да, что это вам приумножит вдвойне ваши эмоции, только не, не просто через беседу, а именно то, что можно пощупать, то, что можно потрогать, чтобы это вызывало эмоции, вот как-то вот здесь вот почему-то больше ручная работа мне идёт. Вот вам нужно силу как раз-таки направлять на какие-то приключения, да, вот здесь вот это тоже даст вам каких-то эмоций. Ну, знаете, вот как будто бы, ну, не знаю, изучать какие-то новые места, вот путешествовать, где-то ходить, экскурсии на какие-то ходить, вот вам не хватает какого-то приключения, это как раз-таки, вот это вот ваше состояние, оно тоже будет приумножать. Что за приключения? Знаете, в достижении каких-то ваших целей это тоже может быть своего рода приключение, потому что нужно будет на этом пути как-то взаимодействовать с миром, а я имею в виду с людьми, да, и это будет вас тоже заземлять, то есть не надо абстрагироваться, не надо закрываться, убегать от людей, а нужно больше, больше общаться, больше выходить в мир, понимаете, не закрываться, сидеть дома, а больше ходить куда-то, да, вот чтобы люди вас заземляли, чтобы вы видели, что вы не живете где-то в эпоху рыцарей, а как-то больше с людьми, это вам будет приносить дикий дискомфорт, но с другой стороны это вам будет очень-очень полезно. Такая вот у нас была вторая позиция. Так, и мы с вами переходим в позицию номер 3. Здесь во что у вас залипание? Здесь у вас залипание в сомнении. Здесь в примирении, здесь внутренний какой-то диалог, который постоянно вы ведете, постоянно внутри себя что-то себе объясняете, что-то себе говорите, что-то себе рассказываете, где-то что-то хотите внутри помирить, примирить, иногда очень много времени уделяете вот внутрь себя, ну и отшельник выпадает, конечно же, в некий такой анализ, причем, знаете, где-то сами обманываете себя об этом, хитрите именно с вашим прошлым, но очень много времени обращаете именно размышления о своем каком-то прошлом, о своих, возможно, ошибках. Делаете какой-то анализ, делаете постоянно какую-то ревизию, да, своего прошлого, пересматриваете, как можно было решить задачу, что можно было сделать. В общем, вы залипаете как в прошлом, так и в своей голове, в каких-то вот именно внутреннем своем диалоге. А какой сценарий вы здесь проигрываете? Ну, поскольку выпадают мячи, с одной стороны, вы проигрываете, я не знаю, как так можно, вроде бы я мешаю, мешаю колоду, а все время одни и те же сценарии, да, из 50 негативных выпадают одни и те же. Как такое может быть? Вот здесь выпадает сценарий эмоциональной жадности, когда не хватает эмоций, а с другой стороны выпадает сценарий личный миф, то есть вы как будто бы, знаете, не живете в реальном мире, а если во второй позиции здесь что-то, она придумана как-то так идеально, какая-то вот утопия, то у вас какая-то вот постоянная движуха именно в голове. Вот вы себе придумываете какие-то сценарии. Здесь такое ощущение, что вот вы скрываете свою эмоциональность замазкой именно какого-то своего ума, каких-то своих размышлений, то есть чтобы вас никто не понял, что ли, чтобы вас никто не распознал, насколько вы эмоционально, насколько вы чувствительны, вы это никому не показываете. И поэтому вы как будто бы практикуясь в своей голове создаете эту площадку в размышлениях на всякий случай, а вдруг случится та или иная ситуация, где мне надо будет скрыть свои эмоции, как я сам сама себя поведу в этом случае. Я должна, должен, буду быть подготовленным, и поэтому я прокручиваю, да, вот какая-то такая вот боевая готовность в своей голове. Хочу посмотреть, что это за личный миф. Да, ну вот я же говорю, мечевые энергии. Вот какая-то борьба, понимаете, здесь идет какая-то борьба агрессивная внутри себя. Такое ощущение, что вот вы сами себе доказываете, о каких-то своих возможностях, то ли о шансах, которые вы теряете, либо потеряли, либо рассматриваете. Вот здесь, вот понимаете, такое ощущение, что вы постоянно в своей голове. Как будто бы вот есть два мира, да, как в матрешке. Вот внутри вас и внешняя матрешка. Вот с внешней матрешкой у вас вы вроде бы, как будто бы и есть там одна матрешка в другой, да, но с другой стороны напрямую вы никак не коммуницируете. То есть внешняя матрешка большая, она как-то с внешним миром. А вы как-то внутри, внутри себя все понимаете. Вы придумаете какой-то свой сценарий и живете с ним. Я хочу спросить, для чего вы это делаете? Вот вы придумаете в себе какую-то суету, какое-то, вы знаете, мельчешение, что вот чем-то вроде бы занимаетесь. На самом деле вы не можете найти какой-то вот баланс и вы погружаетесь в себя, вот в эти какие-то страхи, страдания, мучения. Для чего? Здесь, знаете, здесь идет как будто бы какое-то отвлечение на все это для того, чтобы не заниматься... Ну, знаете, какие-то у вас есть навыки, способности, а вы от них как будто бы отгораживаетесь. Вы как будто бы отгораживаетесь и вот придумываете себе все, все, что можно, лишь бы только не ковать вот эти вот пендапли свои 8. Ну, либо не заниматься делом. Почему? Я не могу понять. Я понимаю, здесь страшно, понимаете, здесь очень много страха выпадает, но чего именно вы боитесь? Здесь, знаете, вот такое ощущение, как будто бы вот вы боитесь работать над реализацией каких-то своих мечт, каких-то своих идей, фантазий. Потому что вы как будто бы не верите в это, что это реально, что это возможно, что вот эти вот ваши способности, что они настоящие, потому что вы боитесь, что они принесут вам какую-то боль, какое-то, знаете, вот разочарование, и что это будет как-то нелегко, что как будто бы вскроется какая-то правда, и все разрушится. Здесь, понимаете, вы как будто бы боитесь, что вам скажут, что то, что ты, какие-то вот у тебя идеи, мечты есть, что они нереальные. Вы боитесь вкладываться долгое время в это, а потом это вдруг и не получится, возьмет и не получится. И вы будете очень сильно переживать, и вы боитесь осуждений, критики о том, что мы же тебе говорили, да, вот здесь вот что-то такое. Боитесь каких-то жестких слов, вот критики, очень сильно боитесь вот других людей. вы боитесь, что вы не сможете реализоваться, что у вас это как будто бы не получится. Поэтому вы придумываете себе какую-то чужую жизнь, что вы как будто живете чужой жизнью, одеваете маску на себя, и что все хорошо, и проживаете какую-то вот не свою жизнь, хотя вы знаете, чем вы хотите заниматься. Да, вот здесь вот как-то с этим связано. Здесь какая-то реализация, какая-то своего дела. А с чем связана вот эта вот эмоциональная жадность, да, ваша? Ну, с принятием. А что вы не принимаете? Ну, вы не принимаете как раз-таки своего ресурса-то, понимаете? По справедливости вы не принимаете, вот кажется, вы не берете какой-то шанс, понимаете? Два туза попадает. Вы не берете какой-то шанс, какую-то возможность именно стать тем человеком, который... Вот по справедливости вы это заслужили. А вы это как-то как будто бы не берете. А почему? Потому что вы какой-то, знаете, какой-то вот бунтарь такой, который идет против какой-то системы именно в коммуникации, а свою какую-то систему вы создать не можете. Вы хотите одержать победу, но у вас это не получается. Хотите какого-то, знаете, вот баланса какой-то гармонии, не можете никак прийти к ней. Да, дважды выходит. Не можете прийти к этой гармонии. Почему? Потому что больше опираетесь на свой разум и оберегаете свое сердце, потому что боитесь. Вы понимаете? И тем самым, что получается, вы закрываете свое сердце, потому что вам больно, вам страшно от этой боли. И закрывая свое сердце, вы одновременно закрываете двери к своему ресурсу, к своему потенциалу. И именно к своему мастерству, потому что он напрямую связан с вашей именно эмоциональной сферой. Эмоциональная сфера – это как раз-таки в районе нашей сердечной чакры. и поэтому и нету финансов. Вот здесь вот как-то вот ваше сердце, ваши эмоции, они напрямую связаны с финансами. Как вам это излечить, вот эту вот эмоциональную жадность? Через вдохновение. То есть вам нужно какое-то воодушевление в вашей идее. Вам нужно поверить. Здесь вопрос веры напрямую. Вам нужно понять и принять, что вы действительно одаренный человек. Всем одаренный. То есть у вас вот как-то надо поверить. Вы в себя не верите, в том, что у вас этот дар есть. Мне хочется спросить, а какой дар здесь? А вы достаточно целеустремленные люди. Вы можете достигать то, чего вы хотите, независимо от того, с чем это связано. Поставить себе цель, просто захотеть и получить. Вот это ваш дар на самом деле. Намерение. А вы не верите. Вы сами себя сковываете по рукам, по ногам. Вот и вся причина того, почему вы залипаете. Вопрос веры. Почему вы в себя не верите? Здесь такое ощущение, что вы боитесь своей силы. Вы боитесь, что вам нужно будет двигаться дальше, а это будет сложно. Либо вы боитесь своей силы увидеть ее в полную мощь. Да, потому что тогда изменится то ваше взаимодействие с людьми и коммуникация вашей изменится с людьми. Что к этому страшного? Это может скрыть ваши раны детские, вот эти вот душевные, да, которые вам когда-то нанесли. С одной стороны, с другой стороны, вам надо будет... Вы боитесь открыться. Как ни крути, ни верти, все про одно и то же. Вы боитесь открыться? Что такое-то было? Вы боитесь стать жертвой? Жертвой искушений, понимаете? Вы боитесь искушений на самом деле. То есть пришли непосредственно к привязкам, да? Вы боитесь привязываться, привязываться к людям, вот, и закрываете. Закрывая свое сердце, закрываете свою силу. Закрываете свою силу, закрываете свой потенциал. Закрываете свой потенциал и не получаете того, что вы хотите. Что вам нужно сделать? Поэтому вы придумываете в своей голове какие-то сценарии, да? Где, типа, то, что вы должны были сделать в реальном мире, вы это не делаете. В своей голове вы это делаете. Вроде бы, какой с меня спрос, да? Я же что-то делаю, я же в своей голове это все это прокрутил, то, что должен был сделать в реальном мире. И спроса с меня никакого нету. И тем самым и денег нет, и тем самым нету реализации, и вы не получаете то, что вы хотите. И вы уходите от сердца и идете в свою голову. Интересно, здесь вы напридумывали. Вот, есть вот прям, видно, да, по объему, сколько здесь карт, сколько здесь и сколько здесь. Вот такой у нас с вами был сегодня расклад. Я благодарю девочек за идею. Вы также можете оставлять идеи для своих раскладов в разделе сообщества. Там всегда есть пост, где в комментариях вы можете написать идею и можете пояснить, что вы подразумеваете, да, под тем, что вы просите. Ну, чтобы мне тоже было понятно, что именно вы хотите рассмотреть. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова